Напереды дни стали вядомые переможцы 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершиня». Церемония урушения премии проходила в Столичном Палаце Республики. Все лета конкурс проводился по 25 номинациях, 4 из них – региональные. Журы, в склад которого выходили вядомые режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, вызначили по 3 финалисты у каждой из них. Коллектив «Телерадо» компании «Гомель» так само трапил лик у знагароженных. У номинации «Лепший ведущий регионального телебашины» перемогу отримал наш коллега Дмитрий Дянисов. Зараз он заявляется наместником директора РУП РТЦ «Телерадо» компания «Гомель». У сферы телебашины и «Радо» працуют с 1999 года. Дмитрий Дянисов – автор и ведущий телепрограмм «Гомельской областной студии» и наибольший ведомый из них «Телекрыша», «Диалог», «Эконом», «У пагонни за историей», «Справы фамильные». Можно сказать, что «Телевершина» – это оценка коллективного труда нас, телевизионщиков, за определенный период. И здесь, конечно же, приятно, что мы достигаем определенных высот. Но это нас подталкивает идти дальше и покорять новые вершины. Это не первая награда для «Гомеля», и мы надеемся, не последняя. На рахунку коллективу «Телерадо» компании «Гомель» еще две узнагороды 12-го национального телевизионного конкурса «Телевершиня». Третье место у номинации «Лепший проект регионального телебашиня» заняла программа «Справы фамильные» – выпуск «Стальные браты». Это телепроект, просвеченный знакомитым семьям, сгущными для белорусской истории прозвищами. Семьям, которые создали буйные монополии и делали соправды для развития альшины промысловости. Так само у нас ганарова третье место у номинации «Лепший информационный программ регионального телебачения». Программа «Новины» «Телерадо» компании «Гомель», в выпуске, якой вы что дня бачите на своих экранах, знайомить телеглядашоу с житем региону во всех его аспектах. Программа «Новины» рассказывает про наибольшезначные подеи, які отбываются у экономичной, социальной, культурной и спортивной сферы Гомельшины.